Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад обновились ценники на аукционе и появилось две машины дополнительно на продаже. Это третья волна в первом раунде зимнего аукциона и добавили у нас на нас Бизонте С45 и Е75ТС. Сейчас посмотрим на ценники, обсудим, что чего стоит, ну и соответственно поговорим по поводу самих машин. Итак, ребят, что касается ценников, ну я бы сказал, что ценники на кого-то просто базовые, ну а на кого-то приблизительно базовые. Что касается Бизонте С45, то я считаю, что 8500 в голом состоянии эта машина стоит, но стоит тогда, когда она вне зимнего аукциона появится на продаже просто в голом ее состоянии. Что касается приятной цены на данную машину, то я думаю, что за 7000 можно смело данную тачку себе брать в коллекцию. Машина многим зайдет, обладает орудием, системой дозарядки, но к этому вернемся чуть позже. Таким образом получается, что если здесь разработчики говорят о том, что буквально через 24 часа цена будет снижена на 750 голды, то стоит ждать двух понижения цен для того, чтобы можно было по приятной цене в 7000 голды приблизительно данную машину забрать. Что касается Е75 ТС, машина крайне древняя в игре и я не думаю, что за 6500 имеет смысл сейчас ее покупать, ровно как и за 5500. Дело в том, что недавно данную машину, ну как сравнительно, недавно данную машину продавали за 6500 в голом ее состоянии, тогда, когда она со Шкодой шла в комплекте. Таким образом получается, что на аукционе покупать машину за эту же базовую стоимость нет вообще никакого смысла. Что касается 5500, тоже, честно говоря, для зимнего аукциона дороговато, ну и все мы помним по поводу того, что здесь суммарно будут добавляться еще огромное количество машин, и суммарно за зимний аукцион на продажу выйдет 56 танков. Поверьте, выбрать будет из чего, соответственно, прям сразу хватать Е75 ТС, либо Бизон ТЦ-45, но имеет смысл только для тех игроков, которые прям действительно очень долго ждали именно эту машину. Что касается Е75 ТС, то она по геймплею очень похожа на Левчика и на того же самого Кейлера, поэтому, ребят, если у вас есть одна или вторая машина, то, наверное, Е75 ТС вам навряд ли зайдет. Что касается честного обзора на нее, в том числе, точно так же и на Бизон ТЦ-45, то ссылочки на честные обзоры в стиле моего канала уже лежат в описании и ждут вас. Заходите, посмотрите. Что касается Бизон ТЦ, как я уже говорил, Бизон ТЦ обладает клевым прикольным орудием, которое требует, правда, сноровки, потому что здесь у нас, ребят, два снаряда в магазине, ну и если работать от одного снаряда, то крайне классно получается отыгрывать через каждые 6 секунд, набрасывая, пускай, 310 единиц урона, но это существенно. А вот если будете использовать второй снаряд, то потом будете очень долго дозаряжаться. Соответственно, имеет смысл играть от одного снаряда и второй использовать только для того, чтобы кого-то можно было добрать. Как Бизон ТЦ-45, так и Е75 ТС мы выкатим из ангара буквально через полчаса-час после выхода данного видео. Там будут экспресс-тесты данных машин, поэтому, если хотите не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я побежал снимать, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!